Мастер спорта Мастер спорта Мастер спорта определяется, кто больше наберет количество очков по окончании. Ну вот очки эти начисляются в зависимости от скорости, с которой вы проехали. А что учитывается? Кто как им на финише был. Кто первый пришел, правильно? Да, кто первый пришел. Он пять очков набирает, а вторую три очка. А какая средняя скорость, которую вы едете на этом? Средняя скорость, ну, в разных возрастных категориях. Ну, вашей, например. Потому что в нашей средняя скорость была 35,6, что-то такое. То есть это достаточно быстро. У молодых, конечно, там... Ну, дело в том, что там покрытие было не очень хорошее. То есть разогнаться было не очень... Нет, ну, она трясучка была, трясучка на скорость гасит, вот такой вот. Словом, вы сделали все, что могли на таком покрытии, я так понимаю. Ну, финиш был там замкнутый круг, с поворота еще далеко, где-то 400 метров. Поэтому пока там разгонялись, разгонялись и вот это. А какая вся длина маршрута, которую вы проехали? Ну, то есть критериум, в общем-то, небольшие дистанции. Там получилось всего где-то 15 или 16 километров. Всего лишь. Но она скоростная. То есть запыхались немножко. Ну, я смотрел на пульсометр, пульс, вот один раз смотрю, уже 155. Это уже выше моего... Выше нормы, да? Да, выше. То есть нагрузка местами. А местами потом профиниширует, пока там проедет поворот. Раз, уже пульс падает там в районе 135, да. Вы ожидали, что займете первое место, что победите в своей категории? Ну, я надеялся, потому что я гонки критериуму очень, ну как, мне нравится. У меня три кубка со всемирных игр, вот это вела недели в Австрии. И у меня там два вторых и одно третье место в критериуме. Вот. Ну, там один круг. Один километр дистанции. Там еще быстрее все. То, это она мне нравится. И я надеялся, но я и выиграл. Как проходит подготовка к таким соревнованиям? Что вы делаете? Конкретно вот к этим соревнованиям нужна скоростная подготовка. То есть ну, нужна взрывная вот эта максимальная скорость и на протяжении, ну, последних там, 200 метров. Ну, у меня максимальная скорость, вот здесь я посмотрел на компьютере, у меня было 49,7 что ли. Ну, грубо говоря, 50 километров в час. Ну, это на самом финише, да. Вот. Финиш проезжает, уже пульс там на самом пределе, выдох там, еще там буквально 100 метров, 150 метров и разворот в обратную сторону. Вот. И по новой нужно набирать такую же скорость, да, по сути? Ну, да. Там сразу же, снова, да. И там ситуация, кто-то бывает, что хочет отъехать, уедет. Помчался за ним, ну, сразу что старается, ну, догнать его. Вот такая. Ну, это гонка-критерий очень интересный и для зрителей. И чем он кук маленький. Зрелищно. Да. Они смотрят и все на виду. А то, бывает, вот, в шоссейной гонке уехали, и где там они едут. Вот. Это вот. Сложно насладиться, да, зрелищем. Да, да. Скажите, а где вы тренируетесь вот в Кривом Уроге с его неразвитой велоинфраструктурой? Ну, вот, это в Кривом Уроге. Ну, смотри, какой гонки готовится. Ну, вот, если мы говорим о критериями, где скорость имеет значение. Я выезжаю, вот, где хорошее покрытие, на обездной, вот, на Апостолово. Вот там, до светофора. И потом обратно, завкнутый круг, он 9,5 километров, через Виадук на Восточном и назад. Тут скоро это покрытие очень хорошее. И скорости там, особенно обратно к Виадуку, когда с левой стороны автозаправочная станция, там скорость 50, даже была когда-то 55-57. Вот, на коротком отрезке, то есть на ускорении. Вот. А к другим видам, то там, если горная, значит, надо на Лозоватку выезжать туда. Именно на трассу, да? Или вы ездите? Ну, да, чтобы горная была подготовка. Ну, и здесь можно вот это, на Мопру ехать. Ну, тут машин много, и тут, в общем-то, опасно немножко, да. Соревнования проходили в Харькове. Велосипедная инфраструктура его намного лучше нашей. Какая она вообще? Покатались вы по городу? Да, это. Ну, мы приехали, и на следующий день поехали на тренировку, на Белгород. Вот. А жили почти в самом центре. Ну, вот это выехали утром. И слева, как ехать на Белгород, рядом там памятник велосипедисту, и есть велодорожка, которая, ну, имеет разделительную полосу туда-назад. Вот. И утром, это было, ну, полвосьмого поехали. Прохладно это. И уже много ездят и велосипедисты, и бегут. Ну, там вот, даже там было сделано, ну, как веломастерская такая, вот это даже. Ну, там инфраструктура, конечно, велосипедная развита. Это же раньше был велосипедный завод Харьковский. Поэтому там просто должно быть, да? Место для езды. Да, и там, ну, много очень людей, вот это вот, на велосипедах, да, с тех времен, как-то оно и пошло. Велосипедная столица наша. Как вы считаете, в Кривом Роге когда-то можно будет такое увидеть? Ну, конечно, уже вот это, я смотрю, Юрий Григорьевич часто выступает в Вилкул и говорит, что вот сейчас строит отмудренный вниз уже, это покрытие идеальное, велодорожка будет постепенно, постепенно. Я думаю, и у нас тоже в городе это будет. А какие ваши любимые Криворожские велосипедные маршруты, вот где вы ездите, где советуете покататься? Ну, я, это, я могу только для спортсменов сказать, кто готовится. Вот если, я же говорю, что вот скоростная вот эта вот, ну, еще там на объездной шахта Родины была раньше. А если в горку, вот можно на Мопр там или на этот, или на Лозоватку надо ехать, ну, чтобы силовая подготовка была и в гору ехать, вот такое. Ну, а просто вот покататься по городу? А просто, да. Ну, вот я вот советую, кто готовится, например, походу куда-то вот там, сейчас очень стало популярно, значит, надо какую-то базовую подготовку сделать, ну, хотя бы там, ну, 2-3 недели, хотя бы 3 раза в неделю, ну, начать с 15 километров, если вообще никогда не занимался. И потом 15-20 вот это вот, а потом уже надо выезжать на, ну, не на асфальт, а тут, ну, на проселочные дороги, да. Ну, и там, чтобы тоже навыки какие-то были, чтобы как-то мог, ну, стараться не упасть и все, и обязательно, я советую, кто вот начал заниматься, обязательно надо, ну, велосипедную форму, ну, хоть недорогую хотя бы, ну, велосипедные шорты, вот сейчас с памперсом, чтобы никаких потертостей же не было, чтобы удобно, комфортно было. Вот, и сейчас оно уже, это не то, что раньше, и сейчас уже недорогую велоформу можно купить, ну, а для туриста вот это, обувку там, кроссовки, да, вот, и вот такое. И, в общем-то, о том, какие велосипеды, нужно поговорить чуть позже, вы принесли сюда несколько интересных вещей, вижу медаль, футболк, расскажите, что это. Да, вот это вот, у меня в этом году, после продолжительного перерыва, спонсор металлобазы Викант, вот, Викант, и они, вот, их девиз, вот, им большое спасибо, я уже три гонки проехал, три, и вот это у меня уже четвертая медаль, два за первое место, чемпиона, и два серебряные медали. Это медаль, вот, Харьковская, да? Да, это Харьковская медаль, да, а прошлый раз я был, когда, вот, мы три медали, те я показывал, да, вот, благодарим. Это у меня лицензия на участие, вот, сейчас уже чемпионаты Украины, надо обязательно лицензия, без лицензии не допускают, вот, а если едешь за рубеж, то вот, вот, это вот лицензия, здесь международный, вот, номер, индекс, у меня 1814, дата рождения, здесь вот, фамилия, имя, вот, ну, вот, вот, такая вот это оно. А тут наш флаг украинский, вот, это тоже для профессионалов, спортсменов необходимое, ну, да, необходимый документ, да? Да, нет, ну, их не профессионалов, но вот, хотя бы уровень такой, кто, вот, ну, кто участвует в соревнованиях, я так понимаю, таковое, это важно. Как часто вы тренируетесь, Юрий Александрович, как много раз в неделю? Я 5-6 раз в неделю тренируюсь. Ну, то есть, практически всю неделю. Да, ну, я минимальный, вот, сейчас я уже, возраст у меня, ну, я, меньше 50 я не езжу. Меньше 50 километров в день. Да, да, меньше 50. Вот, а просто так я не выезжаю. Ну, просто так, собственно, и некогда уже будет, потому что я себе 5 дней в неделю тренируюсь. Да, потому что я еще работаю. Ну, сейчас я в отпуске, а я что, работаю в Соксиенском лице? Я думаю, наверное, в этом и секрет того, что в 74 на минуточку года, я позволю себе озвучить ваш возраст, вы в прекрасной физической форме, вы проезжаете колоссальное количество километров. И, вот, как вы считаете, может быть в этом, в общем-то, и секрет? Я думаю, что регулярные занятия должны быть во всех видах спорта. Вот, кто бегает, кто занимается вот этими единоборствами, сейчас очень популярно. Но у нас много видов спорта. Пловцы, регулярные занятия, они же только приносят пользу. Скажите, а людям пожилого возраста, которые никогда не занимались особо спортом, вы советуете сесть на велосипед? Конечно. Это не будет чрезмерной нагрузкой? Нет. Вы понимаете, я пропагандирую этот велосипед от того, что там же плавная нагрузка для пожилого возраста на суставы совсем маленькая, незначительная. А нагрузку сам варьируешь, едешь, чувствуешь, что сердце там начинает, ну или, как говорится, запушался. Сбавил нагрузку, плавненько едешь, вот все. И оно удобно. Я верю, когда-то, наверное, что у нас уже начались велостоянки, когда-то будут в городе велостоянки, что люди подъехали с корзинкой в магазин, вот, приехали, это, поставили велосипед, его никто не украдет. Будем надеяться, и такие времена будут. Да, конечно, когда-то будут настанут такие времена. Вы, в том числе, учитель физкультуры, вы преподаете. Скажите, как вы относитесь к тому, что вот последние там плюс-минус 10 лет пересмотрели нормы нагрузки, их уменьшили? Вот ваше отношение к этому вопросу? Я вообще к этому отрицательно отношусь. Дело в том, что вот нормы ГТО вот еще давно-давно, это было здорово. А сейчас, я даже удивляюсь, у нас некоторые учителя физкультуры, они убрали, и они боятся, они не из-за того, что не хотят, они боятся, чтобы как бы чего не случилось. Я всем пропагандирую, вот, детям своим, бег обязательно, ну, бег без нагрузки, то есть, ну, если максимально там на 5 баллов, а вы бежите на 2,5. То есть, для себя не нужно напрягаться, какую-то маленькую базу, вот это вот люди бегают по утрам, а вот на уроке 5 минут пробежали, и все, никто вас не гонит. Это все для здоровья. Вот я вот за то, что вот так. То есть, вы за то, чтобы все-таки нормы сделали такими, как были раньше, когда немножко нагрузка физическая все-таки в школу? Да, ну, вот, конечно, это я не хочу повторяться, что там компьютеры, да и все вот это вот. У нас много детей сейчас и занимается, постепенно у нас улучшается, улучшается это, ну, вот. Ну, интерес к спорту, как бы здоровому образу жизни даже скорее растет. Да, здоровому образу жизни, да. Вот все равно оно, с каждым годом, я же вижу, что это. Ну, и я среди своих детей, ну, как вот, пропагандист, я, когда приходит у нас 7 класс, я с ними становлюсь сначала и бегу по стадиону. То есть, как живой пример, да. Да, темп вот такой нужно держать. Они же сначала 7 класс как помчатся, а потом, я говорю, ну, все уже. А потом лежат. Да, вот. Ну, говорю, равномерный темп, спокойный. Говорю, меня не обгоняйте, не от того, что я слабо бегаю. Ну, я думаю, вы можете обогнать некоторых и семиклассников при вашей физподготовке. А скажите, а были такие дети, кого вдохновили своим, вот, примером, велопримером, кто сел на велосипеды, возможно? Конечно. У меня вот это вот, которые уже вот сейчас у нас сотка Криворожская есть, вот, осенью будет, и это здорово. И у меня есть мои выпускники, которые советуют, Юрий Александрович, а как готовиться к этой сотке, вот, который первый раз там, это вот. У меня и люди, ну, вот, даже в школу, в лицей приезжают на велосипедах. Вот. Я стараюсь им, ну, тоже это сказать, что это хорошо. Ну, и своим, опять же, примером, да, показать. Если говорить о велосипедах, в плане того, какой лучше купить, вот, для людей, которые начинают только, как бы, приобщаться к этому виду спорта, просто для себя, для здоровья, не будем брать соревнования профессиональные. Ну, что вы советуете в плане цены, на что обратить внимание, возможно, какие-то нюансы? Я считаю, что каждый должен, кто хочет купить велосипед, он сначала должен определиться, для чего он покупает его, вот, и какой он располагает денежными средствами, вот. Я, например, советую, но это мое субъективное мнение, то есть, ну, надо подкопить, не надо брать дешевый, вот, это вот, за три тысячи, за две, ну, вы потом только будете мучиться от него, и, и, это, купить, который велосипед, который вам будет служить долго. То есть, пусть он стоит все-таки дороже, да, это тысяч, минимум, шесть теми, я так понимаю? Да, понимаете, вот, просто, чтобы, ну, на годы, а не на какое-то маленькое время. Поэтому, это мое мнение, ну, оно не совсем. Ну, я думаю, к нему стоит прислушаться, так как вы человек, который занимается больше полувека велосипедным спортом, наверное, это о чем-то говорит. Юрий Александрович, ваши планы на ближайшее будущее, я знаю, они у вас достаточно интересные. Интересные и грандиозные. Да, ну, вот, это, в это воскресенье, 24 июля, в Киеве стартует велокараван дружбы. Значит, в этом году 25 лет, это, дипломатические отношения между Украиной и Южной Кореей, и на уровне посольств была договоренность. Значит, завтра пресс-конференция в Киеве, где участвует посол Южной Кореи в Украине, министр спорта Жданов и вице-президент Национального олимпийского комитета Борзов по этому мероприятию. 15 человек приезжает вот со своими велосипедами, вот, и все спонсоры, ну, это все за их счет. Они все спортируют. Помните, приезжают велосипедисты из Южной Кореи, да, представители? Да, там, говорят, и женщины есть, ну, я не знаю, 15 человек, а от Украины 10 человек, вот, ну, в общем, они так. И этот велокараван куда направляется? Они сначала хотели по западной Украине, но потом там, одним словом, что Венеца, Немиров, остановка, ночлег, потом Кировоград, с Кировограда в Одессу, с Одессы Николаев, Николаев Херсон, с Херсона обратно в Одессу, день отдыха, обзорная экскурсия по Одессе и на море, и на поезде ихнем Хюндай, Одесса-Киев, проезжают вечером банкет. Банкет, банкет с ночлегом, ну, и разъезжаемся. Скажите, я правильно поняла, этот маршрут весь велосипедный, да, то есть это вы... Ну, вы знаете, конечно, это, я не буду и говорить, дело в том, что сказали, вот, максимум 70 километров, а остальное садимся в автобус и едем. Ну, тоже весьма достойно. Раньше я ездил в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, мы ни разу не ехали в автобусах. Вот, там было 1700 километров, 1500, а один раз вообще через Австрию, Германию, там, это, ну, это было в годовщине Чернобыля, там, в 94-м году. Вот, ну, а сейчас вот такая вот, ну, потому что я так-то думаю, у нас-то мы подготовлены все. Ну, а корейцы непонятно, да, все-таки перелет, мало ли какое будет состояние. Вы в этом тоже участвуете, да? Ну, конечно, да, я же приглашенный, вот, от Украины 10 человек. Я и с нашего города Рома Романиф, вот, мы с ним, он сейчас в Польше вот приезжает сегодня. Ну, Юрий Александрович, я вам желаю прекрасного досуга, отличной поездки, достойно представить Украину в этой велоделегации такой. Спасибо вам большое за интервью, интересно, и на этом будем заканчивать. Сегодня у нас в гостях был победитель чемпионата Украины в категории мастерс в гонке, критериум, а также мастер спорта Юрий Скоробогатов. Вы смотрели проект интервью дня на Первом городском. В студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами, до встречи.